Привет, ребят! Добро пожаловать в мой прямой эфир. Он будет посвящен такой животрепещущей теме, как рисовать регулярно, как скетчить регулярно. Я знаю, что это многих волнует, и художников со стажем, с опытом, и совсем новичков, начинающих, потому что все знают, что самое полезное — это рисовать регулярно. Все знают то, что регулярные наброски, рисунки, скетчи поднимают ваш уровень мастерства невероятно быстро, вы прогрессируете просто по экспоненте. А если рисовать один раз в месяц по 5 часов подряд, эффект будет совсем не такой, как если вы будете рисовать, например, каждую неделю, один раз в неделю, например, по часу, или еще лучше, если вы будете рисовать, например, через день по полчаса, и еще лучше, если вы будете рисовать каждый день. И вот я хочу здесь с вами поделиться своими наблюдениями за, собственно, собой, за своими учениками. Хочу поделиться с вами тем, что я открыла для себя, что работает для меня лучше всего, и как мне получается рисовать регулярно. Ну, многие из вас скажут то, что, Оля, ну, понятное дело, у тебя бизнес с этим связанным, ты рисуешь с самого детства, конечно же, тебе легко рисовать регулярно. Привет-привет! Всем доброе утро! Петербург, Россия, Москва — все, кто просыпается, сейчас смотрят меня в прямом эфире. У нас сейчас в Новой Зеландии 15.40 уже, уже такое вечернее солнце, осеннее у нас, осень сейчас. И давайте продолжим тему регулярного рисования, как рисовать регулярно. И вот сейчас я поделюсь с вами пятью приемами, как рисовать регулярно. Вот привет, Казань, дизайн-мастерская у нас из Казани. Эти приемы, кто читает мой блог, наверное, догадались же, что эти приемы оттуда взяты, да? То есть я для вас специально веду блог о скетчинге, в интерьерном, городском, фэшн. И первое, первое, такая, первый прием о том, как рисовать регулярно, это пометка в календаре. Так я ее назвала, ее также можно назвать расписанием. Я знаю, что для творческих людей и для меня лично слово расписание звучит чуть ли не ругательно. Мы не любим расписание, мы не любим вот эту структурированность. Но, друзья мои, на самом деле это именно то, что нам больше всего надо, то, что я замечала за собой, то, чем со мной делились мои ученики на мастер-классах вживую и по мейлу, по переписке, да, когда люди проходят мои марафоны, когда люди проходят мои видеокурсы. Самое важное — это регулярность. Очень удобно в этом плане марафоны, потому что я там открываю одно занятие, задание раз в два дня, да, это бесплатные марафоны. У меня уже три бесплатных марафона. Ссылочку, кто будет смотреть на YouTube, я оставлю внизу на три моих бесплатных марафона по скетчингу. И когда у людей есть дедлайн, когда люди знают то, что они проходят это всё в потоке, тогда, конечно, им гораздо легче. Да, то есть это такая искусственно созданная для них мною пометка в календаре вот в таких марафонах, потому что они знают, что если они не будут успевать выкладывать свои задания, свои скетчи по заданиям, то они не смогут получить прекрасные призы по марафону. А там обычно это маркеры, скетчбуки, скидки на мои видеокурсы, да, то есть очень-очень приятные и желанные призы. Поэтому такой совет номер один — это пометка в календаре или её можно назвать расписание. Вот смотрите, сегодня пятница, и на самом деле каждый из нас, да, находится в таком круговороте дел, и очень сложно выбрать время, куда вставить, куда вот впихнуть это рисование, которое на самом деле настолько для нас полезно, и оно настолько много энергии даёт. Я вот за собой замечала то, что бывают дни, когда я не рисую, иногда так случается, что я могу не рисовать неделю, и я вижу по своему состоянию внутреннему, что что-то ощущаю я, что-то неправильное происходит, то есть я прямо остро начинаю чувствовать, что мне чего-то не хватает. Я вижу, что вот ваши вопросики появляются, я отвечу на них в самом конце, хорошо, этого прямого эфира, просто я не хочу потерять мысли очень важные, которые хочу до вас донести. И когда мы рисуем, мы заряжаемся от этого энергией, нам кому-то нравится, как у него получается скетч, кому-то не нравится, но если отставить вот свое эго и просто рисовать ради творчества, просто рисовать ради того, чтобы рисовать, ради того, чтобы развиваться, ради того, чтобы каждый день делать какие-то шажочки к своему развитию, потому что нам действительно, кинотворческим людям очень важно развиваться, нам важно изучать какие-то новые техники, нам важно видеть свой рост и прогресс. И вот в такие моменты, когда я чувствую, что я давно не рисовала, и я вижу, что мое состояние очень ухудшается, настроение падает, все, что нужно сделать, просто порисовать, найти этот час, найти эти полчаса. Вот сегодня, например, пятница, по пятницам у меня есть обыкновение рисовать наброски в городе, в центре города. Для этого я ношу свой маленький скетчбук с собой, но об этом еще чуть-чуть попозже. И вот как раз на тему времени, календаря и расписания, куда впихнуть, да, вот эти полчаса, час для того, чтобы порисовать. Например, вы сегодня проснулись, пятница, если у вас более-менее свободный рабочий график, попробуйте порисовать с утра. И это как раз вот пункт номер два из моего блога, рисовать с утра. Для тех людей, которые считают себя, ну, такими жаворонками, да, так скажем, или голубями, там есть три типа жаворонки, те, кто любят вставать рано, совы, которые любят ночные часы, и средние, между ними такая золотая середина, это голуби. Вот я себя причисляю к голубям, я не люблю прям супер-супер рано, там, в пять, в шесть утра просыпаться, но я заметила, что если действительно я рисую первым делом с утра, да, то есть там после того, как умылись, позавтракали, сделали какие-то упражнения, если я начинаю рисовать, у меня день складывается удивительно, то есть он уже с самого начала такой наполненный получается, если же я просыпаюсь, умываю завтрак, и захожу, например, в инстаграм, или проверяю почту, то настолько другой по качеству день получается, да, то есть вот из-за такого рваного утра весь день получается рваным, то есть там проверить инстаграм, кто что мне написал в директ, проверить почту, и сразу вот в этом всём как-то пропадаешь, и потом ты понимаешь, что если ты зашёл в инстаграм с утра, ты потом в течение дня раз десять туда заходишь, вот, друзья, не знаю, поделитесь сейчас со мной в комментариях, сколько раз вы реально в день выходите в инстаграм, сколько времени вы в него примерно в день тратите, я сейчас расскажу про себя, я как-то действительно решила посчитать, сколько раз я в день выхожу в инстаграм, и сколько я трачу, и мой рекорд был, я зашла в инстаграм, по-моему, двадцать семь раз в день, и потратила в нём два часа, и после того, как я это осознала, у меня начался, знаете, такой шок, я думаю, я не могу там иногда найти время на то, чтобы порисовать, но я спускаю в винитаз, грубо говоря, да, в своё время, находясь в инстаграм, после этого у меня прям очень-очень появилось строгое правило, я не захожу в инстаграм больше двух раз в день, да, желательно, вообще вот для меня идеально, если я захожу в инстаграм один раз в день, и делаю всё там, да, я делаю посты, я смотрю ваши комментарии, отвечаю, если у вас какие-то вопросы есть, я смотрю, кто мне что ответил в директ, но вот сейчас я уже даже замечаю, что в директе мне действительно долго, это очень много времени отнимает отвечать, и я пишу людям в директ, что напишите мне, пожалуйста, на мейл, потому что на клавиатуре, на компьютере, мне печатать гораздо быстрее, вот расскажите, пожалуйста, в комментариях, вот кто нас сейчас смотрит, или если вы смотрите на ютуб, считали ли вы примерно, сколько времени вы тратите на инстаграм в день, вот у меня, да, после того, как я посчитала это всё, и осознала, у меня просто перевернулось всё в голове, на самом деле, в тот день, и после этого я перестала так бездумно тратить своё время, поэтому, если у вас есть время на инстаграм, замените его хотя бы один день на скетчинг, да, например, вот сегодня вы зашли уже в инстаграм, и всё, больше вы сегодня не заходите в инстаграм, сегодня время, которое вы хотели бы потратить на инстаграм, вы скетчите, да, например, сегодня пятница, может быть, если у вас свободное расписание, да, как я уже говорила, вы можете прессовать с утра, если у вас чёткий график, то может быть, как вариант, вы можете порисовать в обеденный перерыв, может быть, вы можете после работы пойти в какое-то кафе, или сесть на скамеечку в любимом парке, да, сейчас уже, к счастью, в Москве, в Петербурге, в России потеплее стало весна, и порисовать там, весь секрет, просто запланировайте это, да, то есть то, что я говорила вот в этом пункте номер один, да, то есть пункт номер один из моих сегодняшних пяти приёмов, чтобы рисовать регулярно, это пометка в календаре или расписание, да, то есть прямо вот обвести кружочком на своём настенном календаре, или поставить напоминание на айфоне в календаре, когда вы будете рисовать. Второй пункт — это рисовать с утра для тех, как-то жаворонки, или голуби, как мы уже определили, или вечером, да, когда у вас может быть более-менее свободное время появляется, там, если у вас есть детки, когда вы можете ложили спать, когда вы можете посвятить вот эти полчаса, час себе, и вот даже полчаса играют значение, честно говоря, даже 15 минут играют значение, главное вот себя на это настроить, чуть-чуть гораздо лучше, чем ничего. Так, следующий пункт, как раз это вот третий у меня был вариант для слов, и его же я хочу совместить ещё с, ну, поскольку я поговорила о варианте для слов в предыдущем пункте, да, то третий пункт я хочу сейчас озвучить, как создайте себе какую-то, ну, такую доску онлайн для вдохновения, в моём случае это Пинтерест, да, я думаю, все, многие из вас слышали о Пинтерест, многие из вас зарегистрированы там, это действительно великолепная платформа, где можно набирать такие визуальные образы, которыми можно вдохновляться, и у меня на Пинтерест есть такая доска, в которой я, например, собираю архитектурные детали, я просто фанат архитектурных деталей, если я вижу какие-то, знаете, там консоли, кронштейны, капители, онические, я всё, всё, я уже готова, я готова рисовать, дайте мне скорее скетчбук, я сейчас это начну рисовать, если я вижу фотографии парижских дверей, вот я заметила на меня особенное влияние, производят это парижские двери, греческие, кстати, двери, ну, какие-то архитектурные элементы европейских городов, конечно же, фасады Петербурга, я готова рисовать, то есть я просто вот смотрю на эти картинки, и руки чешутся сами рисовать это всё, поэтому для вас тоже, может, это будет хорошая идея, и возможно, это здорово будет работать для вас, заведите себе доску в Пинтерест, куда вы будете добавлять картинки, именно для своих скетчей, да, может быть, вы не можете сейчас позволить себе рисовать с натуры, делать зарисовки, наброски с натуры, хотя это самое-самое лучшее, хотя бы с фотографией, это тоже считается, да, заведите себе такую доску, вот буквально туда нужно добавлять только такие картинки, которые у вас прямо вызывают вот это желание, что хочется порисовать, для кого-то это могут быть животные, для кого-то это могут быть скетчи других художников, да, копировать никем не запрещено, да, поэтому копируйте, всё равно вы не скопируйте абсолютно точно так же, да, до последнего штриха, всё равно вы привнесёте очень много от себя, для меня вот таким катализатором являются именно архитектурные элементы, являются двери Парижа, двери Греции, вот Настя, Доброе утро, Таганрог присоединяются, мы тут говорим как раз на тему пяти приёмов, чтобы рисовать регулярно, и это был приём номер три, да, напомню то, что это я зачитываю вам такие основные моменты из своего блога, скетчинги, пункт номер четыре, который, я думаю, вам очень многим понравится, да, Настя вовремя, пункт номер четыре, это участвовать в марафонах и конкурсах инстаграм, и тут я от себя могу вам предложить целых три бесплатных, совершенно бесплатных марафона по скетчингу, от себя лично, это мой уже такой топ хит, это марафон по перспективе, по основам перспективы, он особенно будет хорош для дизайнеров интерьера, для архитекторов, вообще для всех, для кого перспектива была головная боль или тёмный лес, то, то, пожалуйста, присоединяйтесь, ссылка в профиле в инстаграм, кто смотреть будет на ютуб, будет всё это в описании, следующий бесплатный марафон, вот он только-только закончился, но уроки доступны и сейчас, это марафон по акварели, мы рисовали акварелю, городские скетчи, тоже был такой очень увлекательный марафон, совершенно новый весь материал, был участницам, очень понравилось, участникам там были зарегистрированы, и молодые люди тоже, но в основном у нас прекрасное население планеты, девушки участвовали в основном, а третий марафон по фэшн скетчингу, кто любит тему фэшн, моды, дизайна одежды, я приглашаю вас к моему бесплатному марафону по фэшн, и был у меня ещё четвёртый бесплатный марафон по текстурам в интерьерном скетчинге, но сейчас он уже переведён в формат платного курса, он стоит сейчас совсем недорого, тоже в описании посмотрите на него ссылку, и в будущем я планирую туда добавлять новые и новые уроки. И вот я вижу то, что пишут комментарии, что марафоны у вас супер, давайте ещё по перспективе, надо заняться в первую очередь. Вот, Настя, пишет Оля, когда у тебя день рождения, давай мы тебе будем ко дню рождения рисовать марафон, да, кстати, отличная идея, у меня будет день рождения 8 ноября, но это ещё лето надо пережить, и всю осень, можно сказать, так что... А, ну ещё и кусок весны, так что... Кстати, интересно, что по Новой Зеландии я теперь праздноваю свой день рождения весной. У меня весна — это самое любимое время года, и ноябрь здесь равноценен маю в России, да, то есть а май всегда был моим самым любимым вообще месяцем в году, потому что всё цветёт, так что у меня теперь день рождения, можно сказать, в мае. Да, я ещё обязательно вернусь ко всем вашим комментариям в конце этого лайв-стрима, потому что я видела там вопросы. Поэтому марафоны, конкурсы, инстаграм — это просто сейчас на волне, очень многие школы скетчинга проводят марафоны, проводят конкурсы, проводят гивэвэи. Это, знаете, то, что доктор прописал. Почему? Потому что вы даже не представляете, сколько вот этой вот энергии появляется, когда вы знаете, что вы не один сидите ночами, рисуете там фасады или там впервые начинаете акварель, а когда вы понимаете, что много разных людей, ваших единомышленников в разных городах России тоже вместе с вами это рисуют, когда вы можете посмотреть их работы по хэштегам в инстаграм, когда вы можете пролайкать там друг друга, прокомментировать, да, потому что для человека действительно очень важно общение. Мы такие социальные создания, и, кстати, вот я это особенно чувствую, я когда переезжаю в какую-то новую страну, да, я когда переехала в Данию в 2014 году, вот довольно сложные эти первые месяцы, потому что толком ты никого не знаешь в новой стране, то есть в Новой Зеландии у нас с мужем нету никаких друзей, родственников, никого, и поначалу ощущение, что ты совершенно один, что тебе не с кем вообще общаться, чувствуешь себя ужасно одиноко, и поэтому очень важно, ты понимаешь, насколько важно для тебя общение. Я чувствую, что я сейчас приеду в июне в Петербург, и я просто буду нон-стоп со всеми общаться, говорить, без конца мастер-классы какие-то проводить. Поэтому те люди, которые переезжают в новые страны жить, они меня очень хорошо, я думаю, понимают. Первый месяц и первый год нету каких-то прямо, знаете, таких очень тёплых дружеских отношений, ещё пока нет друзей, не появилось очень много знакомых, но зато потом они появляются, и потом тебе так здорово становится. То есть вот сейчас мы поедем буквально послезавтра, это мой календарь, да, послезавтра, 29 апреля, мы уже улетаем в Копенгаген, там нас ждут наши друзья, да, датчане, так что я очень прямо с нетерпением жду этой встречи, а в июне я проведу весь месяц в Петербурге, тоже там мои друзья, родители, все родственники, очень-очень рады, очень меня ждут, и это, конечно, очень приятно. Так что это был четвёртый пункт из моего сегодняшнего такого лайвстрима на тему приёма, чтобы рисовать регулярно. И последний, пятый, я аж запыхалась, сейчас я продышусь немножко, пятый, вот он, самый такой практический, это купить самый маленький скетчбук и носить его с собой всегда, везде и постоянно. У меня это вот такой скетчбук, видите, он по размеру как ладонь примерно, от Малискин, нравится мне их вот эти закруглённые краешки, и рисовать, вот он у меня всегда с собой, и он у меня очень-очень быстро закончился, потому что я в нём постоянно рисовала, он у меня был даже в самолёте, когда я летела из Петербурга в Новую Зеландию, он уже закончился у меня, поэтому я купила новый, новый, но он, видите, такого вертикального формата, это был горизонтальный скетчбук, это у меня вертикальный, в нём я тоже планирую рисовать, вот послезавтра у меня рейс, вы не поверите, в воздухе проведу больше 22 часов, представьте, 22 часа в воздухе, сколько я там всего могу успеть нарисовать, то есть я полечу из Окленда в Дубай, потом из Дубаи полечу в Копенгаген, и вот в общем и целом я проведу в воздухе, в самолёте больше 22 часов, плюс ещё там, по-моему, 3 часа надо ждать рейса в Дубай, то есть, представляете, 25-26 часов с самолётами всё связано, так что и вот этот прямой эфир, я хочу завершить вопросом, как часто вы скетчите, как часто вы рисуете, есть ли у вас какие-то приёмы, ваши секретики, как вы заставляете себя рисовать регулярно, что вам помогает, какие у вас практически есть приёмы, также мне интересно узнать, какой из вот этих моих пяти приёмов вы бы хотели потренировать, действительно протестировать, напомню, да, то, что это была, была пометка в календаре, расписание, самый маленький скетчбук, рисовать с утра, рисовать в кафе, и участвовать в марафонах и конкурсах Инстаграм, и давайте я посмотрю ваши комментарии, то, что сверху было, там я видела, очень хорошие вопросы были, так, 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 сейчас я посмотрю, вот, Алекс Уинтер Би спрашивает, был ли у вас творческий кризис и как вы из него вышли? Да, друзья мои, вы знаете, я хочу вам сказать, что у каждого творческого человека однажды был творческий кризис, и, возможно, это было не однажды, а, возможно, это было несколько раз, у меня был самый такой, самое тёмное время, самое тяжёлое, прям очень сложно было, это после окончания моей художественной академии Миштиглицы в Петербурге, где я училась 6 лет, и когда вот это всё закончилось, потому что учёба в Мухе, да, в Испобегах по имени Штиглица, это совершенно что-то особенное, ты окружён потрясающими людьми, они творческие, они интересные, вы творите постоянно, у вас занятия по рисунку, живописи, композиции, истории искусств, культурологии, да, то есть у вас жизнь наполнена творчеством бесконечным, и вы друг у друга учитесь, вас ведут просто высочайшего уровня преподаватели, это и архитекторы, и дизайнеры интерьера очень крутые, и профессора, да, то есть у вас реально потрясающие просто учителя, и потом, когда вы из всего этого выходите, у меня вот было ощущение, знаете, что мы учились в Мухе, и это была такая оранжерея, и мы как такие орхидеи, вот все в искусстве, все в творчестве, и потеряли немного связь с реальностью, с жизнью, и потом, когда мы вышли из Мухи, надо было устраиваться на какую-то постоянную работу, и вот это наступил огромный просто творческий кризис, реально ничего не хотелось делать, тебе казалось, что все люди вокруг какие-то, тебя совершенно не понимают, они не творческие, с ними неинтересно, потому что 6 лет вот в таком учебном заведении, они, ну просто ты привык к совершенно другому уровню, хотя я начала работать с третьего курса, но это был такой временный заработок, я работала на фирму по дизайну интерьера, рисовала им как раз архитектурные и интерьерные скетчи для их заказчиков, то есть я очень-очень давно уже в этой теме, так что, да, если, друзья мои, если вы сейчас находитесь в творческом кризисе, то знайте, что из него вы обязательно выйдете, и самое важное для себя, я поняла, что нужно делать, чтобы выйти из кризиса, это может показаться очень простым, очень банальным, но это самое действенное, нужно действовать, да, нужно что-то делать, то есть не надо просто там лежать в кровати днями напролёты и ныть, хотя это у меня тоже было, надо действовать, надо попробовать себе хотя бы какой-то список составить, попробуйте, вот сегодняшняя у нас тема прямого эфира была, мои пять приёмов, чтобы рисовать регулярно, попробуйте хотя бы один из этих пяти приёмов, начать использовать, и просто делать это, то есть чтобы выйти из творческого кризиса, вам нужно хорошие привычки в себе воспитать, вам нужна регулярность хотя бы в чём-то, например, в рисовании, попробовать новую технику можно, если вы, например, вы рисуете маркерами, попробовать акварель, попробовать масло, попробовать акрил, что вы ещё не пробовали, это вам обязательно поможет, поверьте мне, знаете, что творческий кризис реально есть у каждого художника, даже который там супер успешен, даже там вот в инстаграме все звёзды, я не знаю, творчество, рисунка, акварели, которых вы сейчас видите, у них у всех, поверьте мне, у всех у них был творческий кризис, да, хотя это может быть и не видно по их ленте инстаграм, там где всё позитивно, радостно и весело, у меня тоже, возможно, по моему инстаграму кажется, что я живу в какой-то сказке, но у меня бывают дни, реально очень тяжёлые, поэтому не смотрите вот на всю эту красоту картинок, и не думайте, что только один вы такой в депрессии, находитесь, а у всех остальных весна, солнышко, птички, все в творчестве, попробуйте что-то сделать. Так, здесь я помогла хоть как-то ответом на этот вопрос, давайте посмотрю, что ещё. Вот, дизайн-мастерская пишет, о, я вижу много сердечек, видимо, вам понравилась тема про выход из депрессии и творческого кризиса. Так, вот, дизайн-мастерская пишет, рисую только ночью, когда все спят. Вот, да, то есть, пример, люди находят время, если вы не можете рисовать с утра, вот я лично просто больше всего люблю рисовать с утра, если вы не можете рисовать, там, в обеденный перерыв, или в течение дня, попробуйте рисовать вечером, или поздно вечером, или вот даже кто-то ночью может рисовать. Так что, обязательно найдите вот эти 30 минут, 15 минут, попробуйте сделать себе день без инстаграма, ещё лучше недели без инстаграма, хотя это звучит нереально, я знаю, попробуйте сделать день без инстаграма, вот это время, которое вы там по 5-10 минут в день заходите в инстаграм, посчитайте, сколько раз в день вы выходите в инстаграм, и примерно сколько вы там проводите. Я вам говорю, вы проводите в Инстаграм от, не знаю, самое быстрое, от 30 минут до часа точно в день, поэтому вы можете этот час найти в день, вырежете Инстаграм хотя бы один день и порисуйте. Так, так, привет, привет, привет. Кто-то мне пишет на турецком, извините, мы по-турецки не говорим. Так, вот кто-то пишет, Марникус пишет, отличная идея, спасибо, и правда много времени уходит на Инстаграм. Да, это вот я в самом начале как раз прямого эфира об этом говорила. Так, всем доброе утро, доброе утро. Вот Настя пишет, что я блог, почитываю очень много интересного, да, я стараюсь для вас самые такие живые, интересные темы затрагивать на тему скетчинга, там, по поводу материалов для скетчинга, какие маркеры для скетчинга самые лучшие, на мой взгляд, что делать, если у вас нет художественного образования, там, мои шаги, как я веду свой скетчинг, так что обязательно почитайте мой блог, он находится по адресу Ольга Арт 3 Восьмерки, слэш блог, да, слэш такая палочка диагональная. Вот кто-то пишет, дизайн мастерская пишет, марафон у вас супер, давайте еще. Так, 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 будут готовиться. Так, ну что же, друзья, спасибо вам большое за ваше внимание. Вот, Салан Шмалфой пишет, а про акварельные карандаши можете когда-нибудь рассказать? Такое ощущение, что ими никто не рисует. Да, у меня, кстати, были акварельные карандаши в свое время, но на самом деле как-то они у меня не очень пошли, мне просто нравится акварель, и мне отдельно нравятся цветные карандаши, мне нравится их текстура, и меня как-то не пошло делать из цветных карандашей, да, из акварельных цветных карандашей акварель. Мне просто нравится из акварели делать акварель, то есть я использую цветные карандаши, чтобы был эффект цветных карандашей, и акварель, чтобы был эффект акварели. Тоже не очень понимаю, зачем это надо, хотя, кстати, вот у акварельных карандашей у них, на мой взгляд, преимущество, они немножко более мягкие, и мне больше нравится их текстура, что ли. То есть вот у меня был наборчик такой кахеноровских карандашей, я их все изрисовала просто как цветные карандаши, то есть я их не разводила водой, а просто делала как цветными карандашами. Возможно, многие могут подумать, что цветными карандашами акварельными удобнее начать акварелить, да, то есть в акварели какая проблема? Прямо там проблема, что ты не знаешь, что делать с водой, все течет, все в разные стороны, неуправляема совершенно техника, а когда ты уже сделал рисунок цветными карандашами, более-менее понятно, где у тебя линии, теперь нужно просто по ним водичкой пройтись, и все станет акварельно. На самом деле я бы вам советовала все-таки просто акварелью акварелить, а цветными карандашами рисовать, да, для эффекта цветных карандашей акварельных. Так, что тут нам еще пишет? Вот, пишет дизайн мастерская, заражаюсь успехами других, и пальцы тянутся к перу, к бумаге, да, да, да. Сейчас благодаря вам полюбила акварель. Ой, спасибо большое, акварель я на самом деле просто обожаю сама, она со мной в самой художке. Так, Чиага, ты пишешь, невозможно сделать две работы одинаково акварелью. Наверное, да, я не очень поняла, что вы имеете в виду, то есть, например, одно задание, разные участники делают одну и ту же работу акварелью, и то, что вы имеете в виду, что, может быть, акварель как-то отображает особенно сильно каждого художника, то да, да. Если я неправильно поняла вас, то поясните, пожалуйста, еще раз. Но акварель действительно, она отражает очень ваш характер, ваши страхи какие-то отображают. Многие пишут акварелью очень сухо, они прям боятся брать воду. Это может отражать то, что они, в принципе, в рисовании зажаты, да, может быть, им как раз нужно какой-то безумный марафон пройти, и, там, на раскрепощение руки, может быть, вам просто надо тренировать руку, ставить руку. Посмотрите, у меня вот буквально на прошлой неделе вышло упражнение, мои топ-10 упражнений для постановки руки на моем YouTube. Он называется Ольга Сорокина, английскими буквами Олга Сорокина. До сих пор не могу тут привыкнуть, что меня называют Олга. Олга, очень странно. Так, да, акварель — это волшебство. То, что непредсказуемо бывает, ведет себя с водой. Да. Ну что же, друзья, спасибо вам, буду завершать прямой эфир, чтобы он не получился у нас на час, как у меня иногда бывает. Желаю вам всем отличной пятницы, постарайтесь, пожалуйста, сегодня порисовать, хотя бы недолго, да. Купите себе обязательно маленький, малюсенький скетчбук, берите его всегда везде с собой. Вот этот скетчбук я брала с собой даже в филармонию в Санкт-Петербурге, да, вот мои зарисовки из петербуржской филармонии. Я прямо рисовала во время концерта, да, вот еще. Такие прям быстрые зарисовки пианиста. Беру с собой в музей его, в самолете я очень много рисовала. Вот еще, кстати, зарисовка тоже из филармонии Шостаковича. Хотела показать вам в аэропорту сейчас еще зарисовку. Да, вот это в Дубае, когда я летела из Петербурга в Оклон, вот все спали. Я рисовала, пока все спали. Так что я очень надеюсь, что кто-то из вас вдохновится этим прямым эфиром, и вы действительно начнете более регулярно рисовать. Спасибо вам большое за внимание, и увидимся в следующем прямом эфире. Спасибо большое Чагата за комментарии, спасибо Дизайн Мастерская, Настя. Всем спасибо большое, кто комментировал, задавал вопросы. И готовьте свои вопросы для следующих прямых эфиров, я буду очень рада на них ответить. Ну все, пока-пока, удачного дня, удачной пятницы.